Израиль действительно уничтожает лидеров террористических организаций ХАМАСа, Хизбаллы периодически. Действительно отработана очень хорошо и военная разведка, и внешняя разведка, и внутренняя разведка. Все эти службы работают очень хорошо. И я уверен, что и главное управление разведки за время войны очень научилось выполнять большой ряд заданий. И сейчас даже главное управление разведки Украины на неплохом уровне, как и служба безопасности Украины. Поэтому я думаю, что цели, которые ставят разведка и службы безопасности Украины, я думаю, что они своих целей добьются. Тут вот предупреждают украинские спецслужбы об еще одном намерении россиян. Якобы россияне хотят ракетными ударами попробовать повредить или уничтожить киевскую гидроэлектростанцию. Это огромная дамба. Как вот в сети распространяются ролики, которые, возможно, даже запускаются самой Российской Федерации, чтобы запугать украинцев, что в случае разрушения этой дамбы за считанные минуты, условно, до получаса затопят большую часть Киева, и будет ситуация гораздо жестче и страшнее, чем после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Мы помним, что тогда было. В принципе, Сила обороны Украины утверждает, что разрушить эту дамбу, так как она строилась с учетом, что она выдержит чуть ли не даже удар тактического ядерного вооружения. Но попытаться россияне могут. В целом, после ударов в больнице и в целом после огромного количества военных преступлений уже вроде бы ничего невозможного нет для россиян. Но все-таки, как вы думаете, есть ли стратегическая какая-то цель, например, у такого плана, как затопление столицы Украины? Как думаете? Конечно, у России постоянно есть такие цели. Именно как можно больше навредить мирному населению, как можно больше испортить инфраструктуру Украины. Они периодически пытаются попасть в различные электростанции, в гидроэлектростанции, куда только нет. Плюс мы видели, насколько у них, скажем так, вообще жестокая, что они бьют и по детским больницам, по роддому. Поэтому ожидать чего-то, скажем, от них лояльного и чего-то нормального – это нельзя. Надо продолжать против террористического государства борьбу. И сейчас уже, слава богу, и Британия дала добро, что именно бить не только по ближайшим городам, а и более по центральным городам России. Я думаю, что и Запад скоро, и все страны НАТО придут к общему мнению, что нужно именно бороться с Россией на ее территории больше, а не на территории Украины. Ну вот знаете, Денис, кстати, тоже, я знаю вашу позицию о том, что война должна перенестись полностью на территорию Российской Федерации, по возможности. И я с вами полностью согласен. Если я сегодня вспоминал ликвидацию этого одного из руководителей военного, крылатого Хамас, тут же рассказывают представители Палестины, ссылаясь на Министерство здравоохранения террористов. Ну тоже, понятно, что у них данные могут быть какие угодно. Но тоже, потому что якобы погибло 90 мирных жителей. Мы помним ликвидацию, ну помним, вернее, операцию по спасению израильских заложников, когда троих удалось вернуть, это был потрясающий праздник. И это люди, которые прошли просто через, наверное, ужасное, просто через ад, да, их тоже вернули. Но тоже, опять-таки, ценой ликвидации какого-то количества боевиков и ценой жизни какого-то количества местного населения. Вот Израиль четко декларирует, что мы за своих для того, чтобы вернуть, мы за, для того, чтобы отомстить главарям Хамас, мы будем действовать жестко и, типа, будем идти на необходимые жертвы. Вот как вы считаете, Денис, вот в случае, например, использования, давайте, даже украинского вооружения, да, по территории России, даже западное брать не будем, вот где, как вы считаете, вот тот баланс между, ну, как бы, вот важностью ликвидации и справедливости, ликвидации вот конкретного военного преступника, который, например, запустил ракету по детской больнице Ахмаде, в центре Киева, там, да, и количеством сопутствующих жертв. Скажем так, понятное дело, что мирное население не должно страдать нигде, ни в той же России, ни в той же Палестине, нигде, но, скажем так, возьмем пример Израиля, а потом перейдем на примеры Украины и России, Израиль, он сообщает, что он ведет войну или военную какую-либо операцию, когда, если это не война, что она будет вестись в таком-то, таком-то, скажем так, секторе, в таком-то изоре, и люди, которые, скажем так, здравомыслящие, у которых есть семьи, есть дети, либо покидают тот или иной объект, тот, кто не покидает, и всячески есть такие, которые все равно поддерживают террористические группировки, которые тоже гражданское население, которое прячет у себя израильских заложников и также издеваются над ними, те, которые всячески гражданское население поддерживало террористические группировки, такие как джихад и как Хамас, когда они вошли на территорию Израиля, когда они насиловали и убивали, и мирное население всячески радовалось этому, раздавали сладости, пели песни, танцевали, то такое мирное население, скажем так, как бы не прискорбно было это говорить, оно подобно врагу. Точно так же, и я считаю, что такое мирное население надо уничтожать, потому что это то население, которое в следующий этап, оно может быть той же террористической группировкой, которая будет наносить вред и угрозу Израилю. То же самое и в России, когда, скажем так, будет одобрено полностью, что война переносится на территорию России, и Украина вполне может говорить, что да, мы будем наносить удары по инфраструктурам или каким-либо местам базирования военных, что они находятся в той или иной области или в том или ином городе, то я считаю, что нормальное мирное население, и которое, кстати, против войны, очень многие, как то же самое даже и я знаю много российских семей, которые, да, оставили не из-за страха, что попадут на СВО, а из-за того, что они против конкретно войны, они поддерживают правительство, которое несет террор мирным гражданам Украины. Они просто оставили эту страну, бросили все, бросили свои квартиры, бросили все и просто уехали с этой страны, потому что понимают, что пока не поменяется правительство, в этой стране делать нечего, что в России уже давно доносы друг на друга, каждый что-то друг о друге рассказывает, никто не имеет никакого права голоса, никакой демократии, ничего, и просто живут в рабском государстве. Того, кого это устраивает, и тот, кто всячески поддерживает, и тот, кто считает, посылает своих мужей и детей на СВО, так я считаю, они подобны такому же врагу. Это уже не мирное население, это уже полностью враг, который поддерживает полностью террор. Да, Украина может сообщать, что да, мы там будем бомбить там такую-то область Москвы, где находятся там военные базы и еще что-то. Нормальные, адекватные люди просто возьмут и оставят тот участок, по которому будут вестись, скажем так, артиллерийские удары или еще что-то. Опять же, я уточню, что Украина в этом плане, когда Россия бомбит, опять же, Россия вторглась на территорию Украины, она вторглась в дом кому-то. Никто ее не приглашал, никто ей не угрожал, никто ничего не делал, люди жили спокойной, размеренной жизнью. Они просто вторглись и начали творить ужасные поступки, убийства, насилия, принося разгром и только смерть, скажем так, мирным гражданам. Поэтому здесь чуть разные ситуации. Когда бьют по Украине, то люди не должны оставлять свой дом, потому что это их дом. А Россия, скажем, это нельзя сказать, что они оставляют свой дом. Они именно поддерживают то государство, которое несет разруху и смерть. Причем, друзья, Денис говорит о военных преступлениях россиян, по информации не из интернета. Денис, вы ведь освобождали и Киевскую область. Да, я лично это видел, что они делали. Да, вот просто для наших зрителей, возможно, когда вы говорите довольно-таки жесткие вещи, я понимаю, о чем вы, потому что действительно, когда видишь эти видео, где детские крики доносятся из-под завалов, детей с онкологическими заболеваниями, детей, которые в этот день должны были проходить операции. Ну, честно говоря, ты понимаешь, что они должны быть отомщены. Вот что вы, может, вспомните, я понимаю, что о каких-то вещах вы не хотите рассказывать, но что больше всего, может, какой-то ужас, который произвел на вас какое-то особое впечатление, когда вы поняли, что те, кто сюда пришли, среди них есть просто нелюди. Скажем так, то, что я помню, и запомню это на всю свою оставшуюся жизнь, что я приехал, в принципе, в Украину, у меня не было цели участвовать в войне или воевать, скажем так. Но когда я увидел, как страдает мирное население, когда я увидел смерти детей, лично погибших детей я видел, видел и общался с женщинами, которых подверглись насилию, видел изнасилованных девочек, то я просто увидел, насколько, может быть, кощунственно, скажем так, какое-то государство, которое делало какие-то вещи, которые просто меня, скажем так, повергли в такой шок по сегодняшний день, что это, ну, просто, если бы это, скажем, была просто война, которые даже вторглись на территорию Украины, ну, просто военные против военных, то это, скажем так, это не было сейчас, это я полностью могу сказать, что Украина – это вторая моя родина, это как мое государство, на данный, на тот момент оно не было моим государством, я как бы, ну, во многих странах ведутся войны, и сегодняшний день, но то, что я увидел, и то, что творили с мирным населением российские военные, то, конечно, это останется у меня и в памяти, и этого прощать нельзя, это просто, ну, вещи очень ужасные, это то же самое, что, в принципе, нам сделали террористические группировки Хамаса и Джихад, то, что нам сделали 7 октября, то же самое пришли, убивали, насиловали, резали конечности, и, скажем так, что и Россия полностью поддерживает эти группировки, и Хамас, и Хизбалу, принимает их у себя в Кремле, снабжает их разведывательной информацией, и Хизбалу, и Хамас, обучает, снабжает их вооружением, поэтому эта страна, которая несет только смерть, разруху, хаос, и, конечно, все эти жизни, которые, скажем так, это жизни, которые и в Украине, эти жизни, которые и в Израиле, к этому очень сильно причастна Россия, поэтому, конечно, все эти жизни должны быть отомщены, и слава Украине, что она борется с этим злом. И спасибо вам за вашу поддержку. Я напоследок, Денис, вот сейчас второй за две недели уже звонок между министрами обороны США и России, то есть, да, мы понимаем, что после полутора лет перерыва это, ну, как бы неспроста происходит. Путин постоянно говорит о том, что давайте садиться за стол переговоров, и видно вот такими ударами по Ахмадету, да, и в перспективе, не знаю, там, по Киевской гидроэлектрической, гидроэлектростанции пытаются принудить украинцев сказать, что, да, уже все, ну, как бы надо это как-то заканчивать. Но, честно говоря, вот после тех кадров, которые мы увидели после разрушения этих двух больниц, ну, сложно, да, сложно себе представить, вот как это все можно забыть. Но слово переговоры действительно звучит все чаще, слово компромиссы звучит все чаще. Вот как вы к этой тенденции относитесь, заметили ли вы это, ну, и в целом, вот можете ли вы себе представить, да, что вот сейчас можно было бы, там, не знаю, ну, я даже не знаю, что предлагают россияне, потому что меняется постоянно эта позиция, Путин говорит сначала одно, потом другое, вот, но Медведев говорит зато постоянно одно и то же, что мы должны полностью уничтожить государственность Украины, видимо, именно такая, как бы, конечная цель. Но они говорят, ну, давайте какие-то компромиссы искать. Вот возможно ли эти компромиссы, вот лично для вас, когда-то я думал, скажем так, до массированных ударов по гражданскому населению, когда-то я тоже думал, что может быть, война все-таки закончится переговорами, то сейчас я считаю, что ни в коем случае нельзя соглашаться ни на какие переговоры, полностью должны быть выведены российские войска с территории Украины. Страны НАТО должны, просто обязаны, и я думаю, что они помогут Украине именно побороть это зло, потому что ну, с такой страной, если когда-то, хоть я думал, хоть что-то может быть у них меняется, хоть как-то, может какие-то переговоры с ними возможно, с ними невозможные какие-то переговоры, и это именно с тем, что они пытаются как-то более вести людей в ужас, и силой, как вы правильно сказали, заставить людей подписать какой-либо договор или компромисс. Украина не должна соглашаться на это, да, это очень тяжело, гибнет очень большое количество солдат, но я больше, чем уверен, что помогут союзники, помогут и вооружениям, я все-таки надеюсь, что помогут и живой силой, я думаю, что в конце концов страну НАТО, я думаю, что зайдут на территорию Украины и помогут именно в борьбе с российским агрессором, потому что они в принципе понимают, что если не остановить эту разрушительную машину, то она может прийти с бедой к ним, поэтому я думаю, что на данный момент никаких переговоров с ними вести нельзя, лишь в том случае, если они полностью выведут только, скажем так, войска с территории Украины, сделать какую-то буферную зону, тогда да, можно разговаривать, но никак не отдавать им сейчас то, что они просят там и Запорожскую область, и Херсонскую область, и не вступать в НАТО, еще очень-очень много всяких пунктов, которые просто какие-то безумные, которые они требуют. Надо бороться и надо уничтожать врага.